Это действительно очень глубинный кризис, кризис цивилизационных конфликтов. Большинство компаний, работающих в технологическом секторе, так или иначе смоют на возможности работы в Армении. Вы же заметили, что люди оказались гражданами корпораций, а не гражданами государств. Элита же не определяется тем, что сколько у тебя денег на счете или какая у тебя должность. Элита формируется не только пактом с первым лицом. У вас нет ощущения, что бизнес больше сегодня не влияет на принятие решений, что политика победила? Я не считаю возможным не нести ответственность в том числе на то, что происходит с моей страной. Мы так не ответили обществу, а какое мы общество строим. У нас постоянно разрывает разные направления в условиях жестких катаклизмов. Лучше всего быть дома. Когда будет жестко, будет жестко по-серьезному. Всем привет, это снова Forbes Talk. Я Елена Тафанюк, со мной мой коллега Антон Жилнов. Мы находимся в закрытом пространстве клубного сообщества «Ноудом». Антон, привет. Да, привет. Привет, Лена. Привет, зрители. И привет, наши сегодняшние герои. Рубен Варданян, бизнесмен, общественный деятель и сооснователь, собственно, «Ноудом». Рубен Карленович, здравствуйте. Добрый день. Скажите, Армения, родная для вас страна, сейчас стала такой рэперной точкой для вот этой новой волны эмиграции. Для Армении это подъем экономический, политический, какой угодно, как вы считаете? Однозначно это очень позитивно для Армении, со всех точек зрения, потому что, конечно, приезд в Армению такого количества россиян, молодых, динамичных, работающих в креативных технологиях, в IT-секторе, людей, обладающих не только финансовыми возможностями, но еще и все, что мне кажется, намного важнее, творческим большим потенциалом. Это, конечно, большой плюс для Армении. Вопрос, насколько Армения сможет хорошо этим воспользоваться, насколько Армия сможет это обзорбировать через себя и создать такую среду, в которой приехавшие люди смогут почувствовать себя, с одной стороны, комфортно, чтобы остаться, реализовывать свои планы, а с другой стороны, сохранять возможность быть конкурентными в мире. Хороший вызов для Армении. С этой точки зрения, для Армении это хороший такой период осознания необходимости изменить многие вещи, те, которые сложились традиционно за последние 30 лет. Но и самое главное, я очень надеюсь, что в Армении пресс этих талантливых людей, большей частью, придет к тому, что армяне лишний раз, еще раз убедятся, что в 21 веке успех определяется не только силой мышц и готовностью договориться за государством, а именно через знания, технологии, креативность. И в этом смысле мы снова вернемся в тот путь, который всегда был у армян, что знание это было единственным возможностям быть конкурентными в среде, в которой жили армяне тысячелетиями. И снова умный, образованный человек будет считаться ролевой моделью для армян. В Армении есть успешные истории, и у нас есть там два юникорна, и в общем-то IT-сектор в Армении всегда был достаточно таким динамичным, привлекательным, но последние, конечно, несколько лет сейчас дали такой толчок совсем другого масштаба, и это со знаниями очень важно для общества в целом. А еще я слышала, что в Армению приехало очень много финансистов. И я говорила, кстати, с армянскими финансистами, они очень рассчитывают на то, что это приезд такого количества людей позволит им снова построить новый финансовый центр в Армении. Как вы относитесь к таким мечтам? Ну, по поводу мечта, у меня есть книга, написанная на перекрестке совместно с авторством Нуной Алитьян, и недавний облегал там 15 принципов того, как я вижу развития Армении. В принципе, у Армении есть уникальная возможность стать таким центром, с одной стороны, сохранения христианско-семейных ценностей и такого вот сохранения глубинного уклада того, что очень для многих является важным, особенно в условиях того, что происходит в Европе. А с другой стороны, стать мостом между совершенно разными мирами, цивилизациями, и не только в области финансов, но и в области образования, технологий, креатива, здравоохранения. То есть в тех областях, которые требуют больше интеллекта, часть капитала, больше, чем большие промышленные заводы. В этом смысле у Армении есть большое конкурентное преимущество. Это наличие огромной диаспоры, которая существует в России, во Франции, в Америке. Это наличие умения и опыта работать с разными цивилизациями, потому что Армения — это единственная страна в мире, у которой четыре цивилизационных соседа. То есть шиитская культура, сунистская культура, православная, европейская. В этом смысле у армян всегда было это уникальное качество адаптивности и умение работать совершенно с разными культурами. Поэтому, в принципе, все предпосылки того, чтобы сделать из Армении очень интересный центр, который смог бы связать очень непростые разрывы, которые произошли между различными цивилизациями. Кстати, не только российской цивилизационной, но и иранской цивилизационной и западноцивилизационным пространством. Действительно, очень уникально есть возможность. А вы знаете, сколько россиян переехали туда? Наверняка вы общаетесь, когда бываете в Армении, и какие-то, знаете, цифры. У меня было несколько встреч уже с ребятами, которые переехали в Армению. У нас есть совместно с нашими партнерами такое движение, называется Муфту Армения. И мы делали уже три таких больших мероприятия. По разным оценкам от 80 до 100 тысяч человек переехало в Армению. Другое дело, что какая-то часть уехала дальше или вернулась обратно. В этом смысле нет точной цифры, потому что нет четкой регистрации. Но, я думаю, 50 тысяч плюс, можно говорить, находится сейчас в Армении. Что для страны, где всего 2,5 миллиона населения, значит, большие цифры. И мы говорим о том, что этот процесс еще не завершился. Еще достаточно большое количество компаний переезжают в Армению. В этом смысле формирование этого кластера происходит каждый день. А какие компании переезжают? Ну, в основном это сектор, еще раз говорю, технологический. В основном сектор... Яндекс, я слышала там. Ну, яндекс частично, но еще раз, пока официальных объявлений нету, поэтому это не... Но большинство компаний, работающих в технологическом секторе, так или иначе смоют на возможности работы в Армении, там, понятно, еще другие страны не смоют. Но очень много российских компаний, даже не глобальных, а среднего размера переехали. В основном связано, конечно, это все вокруг индустрии, технологии творчества и креативности, финансы. Есть, но в меньшей степени все-таки это... Есть свои там требования, ограничения по финансовой сфере. Но тоже происходит в этой медицине очень большой бум. Сейчас мы видим, как создают сейчас очень интересный кластер, связанных с медициной в Армении. И это тоже интересное направление. Вы человек, прошедший через много кризисов экономических, политических. Да уж, да. И воин, в том числе, там, если вспомнить ситуацию Армении о Карабах недавнюю. Но если говорить про нынешний кризис, какова его глубина, скажите, как эксперт, как человек с опытом, и чем он может закончиться? Я не готов предполагать, чем он закончится, потому что это действительно очень глубинный кризис, цивилизационных конфликтов, который, к сожалению, намного тяжелее, чем просто экономический или военный, или политический кризис. Здесь мы видим достаточно жесткий разлом, причем разлом двухсторонний. И в этом смысле, это новая реальность, которую надо осознать, и вопрос, насколько устойчиво такое существование возможно, когда цивилизационный мир делится на разные, очень отдельные куски, и, по большому счету, делают все, чтобы не было мостиков коммуникации и общения между цивилизационными мирами. Обычно это долго не тянется и заканчивается более большой войной или каким-то решением, который приводит к тому, что этот разрывы находят какие-то точки перетоков. Я хочется верить, что Нисмайя на пока не очень радостные ощущения, благоразумие возобладает, и Нисмайя на всю тяжесть ситуации будет найдены точки, которые позволят каким-то образом снизить градус этого противостояния и неприятия, которое возник с двух сторон. Какие экономические последствия вы видите этого цивилизационного кризиса? Давайте так, последствия краткосрочные, среднесрочные или долгосрочные. Потому что это три разных ответа будет на ваши вопросы. Потому что краткосрочные у нас одни вызовы, от того, как найти миллионную бумагу, до экзамена каких-то непрозамещающих деталей, для того, чтобы производить ту или иную продукцию. С другой стороны, возникает возможность выкупить или обменять, или получить активы намного ниже рыночной стоимости. И это одна ситуация, возникшая вот сейчас, и сегодня, и сейчас. Второе, после какого-то периода времени, когда стабилизируется все, и какой-то будет понятный статус-кво в тех или иных взаимоотношениях, это уже конкурентоспособность тех или иных отраслей и того или иного региона или сектора в условиях тех ограничений, которые останутся наверняка. И третье, долгосрочная конкуренция за область высоких технологий, в которые мы там стремительно летим, в мир, где технологии, сетевые решения будут играть большую роль. Хороший вопрос, потому что это совсем отдельная тема разговора, потому что все-таки мы пока сейчас находимся в противостоянии государственных структур, а мы забываем, что одновременно в мире идет конфликт между государствами и сетями, и в этом смысле на этот конфликт наложился, на другой конфликт, который никуда не исчез, и все-таки люди забыли, что в 2001 году, 11 сентября, не государство напало на Америку, а аль-Каида, сетевая организация запрещенная, и в этом смысле последние 20 лет мы идем в таким параллельном мире, где сетевые системы в разных форматах, в виде частных компаний или не частных компаний, организаций, пытаются, во всем случае, заявить о своем праве на место под этим солнцем, и государство многим это не очень нравится, и мы видим уход сильно в ультраправые, ультралевые мысли, вот как этого дела, от полной свободы и возможности жить в мета-государстве до китайской модели жесткого тоталитарно-социального контроля. С этой точки зрения нам предстоит достаточно непростое осознание того, где мы в этом процессе, как Россия, может быть, и что будет у нас внутри и вовне, и как это все может оказать как положительное, так и отрицательное влияние, потому что, как ни странно, это будет звучать. Не всегда то, что нам кажется, сегодня ужасным, вдруг выясняется, завтра было ужасным, потому что выясняется, что оно помогло избирать чего-то другого более плохого, поэтому в этом смысле я должен сказать, что нас ждет, в принципе, серьезный такой период трансформации всего в мире, и как это все, друг на друга наложившись, какой даст результат, хороший вызов. В период трансформации всего вы как себя видите? Ну, вот как вы видели, в 1914 году, когда началась Первая мировая война, все думали, что это будет там, в августе началась, в ноябре закончится, вдруг выяснилось, что все виды введения в войну, которые раньше велись, не ведутся так, как ранее, как сейчас, потому что пулемет так позволил занимать позиционную войну, и, давайте, там, под Верденом или и погибли там миллионы людей, а при этом продвижение армии было меньше, чем там на километр, да, то есть раньше невозможно было это себе представить. Правильно с этим вдруг возникла огромная, там, потребность, в том, чтобы женщины пошли работать, и женщины начали носить брюки и перестали носить корсеты. Появилось химическое оружие, которое применили, появилось промышленные конвейерные производства, которые создали совершенно другой запрос на переход крестьян в рабочий класс, и возникли идеологические катаклизмы, связанные с тем, что возникла очень серьезная идеологическая борьба, намного меньше стала урожей религии. То есть, я вам говорю пример того, что не просто пять империй рухнуло после Первой мировой войны, не просто рыхнул золотой стандарт потом, который был важнейшим элементом обмена, там, денежные бумажки стали, иметь хождение беспрямую, конвертация золота. Они только возникли разные идеологии, либо партии, которые такой силой партийного влияния было в перед трансформации неба. То есть, ты имеешь сразу социальный модель поведения, укрепление городов, там много-много чего. А сейчас что может произойти, как вам кажется? То же самое. Мы сейчас как-то забыли про пандемию, про хошеринг, холивинг, холворкинг, про то, что вдруг на другом начали люди жить, по-другому начали. Например, у меня есть компания, которая инвестор, которая занимается дейтингом в Америке. И вот мы видим, что 30% больше уже людей, пользуясь этим дейтингом, не умеют знакомиться в барах или на улицах. То есть, мы имеем изменения социальной модели поведения, даже общение мужчин и женщин. И в этом смысле сейчас нас ждет очень много чего изменят. От того, что тебе могут не продать билеты на поезд, потому что в своих социальных баллах будет написано, что ты был пару раз на футбольном матче и был слишком агрессивен. До возможности, лишь тем, что тебе надо ничего владеть собственностью, потому что ты можешь это все расширить между разными людьми. Поэтому, когда мы говорим про изменения, мы должны понимать, что это одновременно изменение не только внутри одного государства, не только внутри одного квотно-сектора, но и вообще поведенческой модели от глобальных международных организаций, которые явно находятся в глубоком кризисе. Очень смешно было. До буквально 24 февраля я общался с молодыми ребятами, выступая перед ними, и спрашивал, у кого из вас есть с собой наличные деньги. И в 80% тех, кто я спрашивал, не имел ни копейки наличных денег. И это тоже некоторая модель поведения, которая... Но теперь все вернулось. Да-да-да. И потом произошло, и я спрашиваю, а если у вас там телефон упадет и разобьется, я спросил у ребят, вы как будете убираться из города? И когда, знаете, мой сын говорит, что его друг не может приехать навстречу в романах переулок, потому что с таганки ваш GPS не работает у него, ты понимаешь, это не просто какой-то отдельный случай, это изменение принципиальное. Я просто говорю, то, что это глубже и сложнее и тоньше, чем только просто там противостояние. Я должен сказать, в том числе, то, что произошло после 24 февраля, показало, насколько быстро какая-то часть людей уезжает из одной страны на другую, и это изменение иммиграции. А вы видели, да, что произошло? Вы же заметили, что люди оказались гражданами корпораций, а не гражданами государств. Ну, это одно из тоже явлений, которые надо было понимать, что мы имели два параллельных мира, и это тоже очень интересно. И точно в Армении такое же есть, когда IT-специалисты получают хорошую зарплату, у себя два Армении, и их не очень волнует коррупция, их не очень волнует политическое устройство страны, они живут в совершенно собственном таком бабле, которому они очень удобны. В этом смысле вот этот, в том числе, вот эта вся ситуация привела к тому, что она четко показала, что, ребят, эти баблы очень легко могут разрушиться. Второе, те, кто так быстро встали и поехали, они еще не осознали, что у них им стоит очень непростой процесс адаптации к новой реальности, потому что вот как перекати поле, пожить, в разных странах, это не такая простая вещь. Не все, как это у меня, вот моя жена-сестра, она работала аудитором Coca-Cola, и она каждые два месяца ездила на проверки по разным странам. И, в общем, она говорила, что в этом отделе больше, чем три года никто не выдерживает, что, когда нету дома, куда-то возвращаешься, то ты просто, знаете, как он, тебе начинаешь ломаться, потому что это очень важно, вообще, что такое дом, что такое национальное, что такое идентичность. Поэтому я думаю, что нам предстоит очень интересный процесс, в том числе с теми людьми, которые уехали, или возвращение обратно, или адаптация в новых реальностей, но вот это перекати поле, что мне все равно, где я живу, так выяснилось, что это не так просто. У вас были мысли уехать? Нет, но тут есть некоторый другой подход. Я достаточно давно говорю, что мы идем в идеальный шторм, и понять идеальный шторм, когда происходит полная трансформация всего, смена поколений и так далее. Просто, когда ты уезжаешь, ты уезжаешь по разным причинам, и эмоциональным, и осознанным, я просто глубоко убежден, что если мы хотим, чтобы мир сохранился бы, наша планета сохранилась бы, надо сделать все, чтобы сохранить разумность и возможность коммуникации, поэтому, например, в 1991 году я не ехал из Советского Союза, когда он разваливался. Я считаю, что один из важнейших элементов самосохранения, это возможность все-таки каким-то образом, сколько возможно, пытаться сохранить этот мостики общения. И для меня важно, это человек, который умеет делать хорошо, который делает последние 30 лет не только между тем, у кого были деньги, кому нужны были деньги, не только между международными инвесторами, российскими компаниями, или наоборот. Я считаю, что это роль вот этого Талмача, даже не переводчика, это важная роль. К сожалению, это очень мало какого осталось, кто может это делать. И в этом смысле я считаю важным свою миссию как армянин и как наци, который всегда работал переводчиком. У нас единственная нация в мире, которая есть в праздник святого переводчика. У нас переводчик в ранг святого. Рубен Карленович, вот как раз про переводчика. И вы как армянин, как бизнесмен участвовали в попытке тогда урегулировать войну Армении и Карабаха. Очень эмоционально, очень круто высказывались и не боялись этого делать, не молчали, как сказали бы сейчас. Если говорить про роль бизнеса вот в таких военных конфликтах, тема вам не посторонняя. Сейчас мы видели участие вашего коллеги Романа Абрамовича в попытках урегулировать весь этот конфликт. Как вы оцениваете вообще, когда бизнес впрягается в переговорный процесс и конкретное участие Абрамовича, если захотите об этом сказать? Ну, я не знаю, как тебя воспринимает Роман Абрамович, которым я отношусь с огромным уважением лично. Но я там, когда выступал, выступал не как бизнесмен. И я не участники переговоров, я выступал как человек, который считал для себя важным донести позицию. Донести позицию. Раз, второе, который понимал, что в условиях тех инструментов, которые у меня есть, у меня не так много этих инструментов, которые позволили бы остановить то, что можно было остановить. Я должен сказать, что вообще в обществе у нас есть большая проблема. Это у нас связано с тем, что у нас очень промышленная ментальность такая в головах у нас всех. Мы точно всем маркетолог, это журналист, это физиолог, это бизнесмен. Но всегда в обществе, кроме функциональных ярлыков, существует, понятно, просто общественный деятель, который просто имеет свою точку зрения. и мне кажется, запрос в условиях пандемии, в условиях военных конфликтов на, правильно сказать, не моральных лидеров, но общественных деятелей, которые могли бы говорить от имени, от своего имени или там при себе какой-то там сообщества людей, важно, потому что у людей есть большой уровень тревожности, у людей есть большой уровень неопределенности и в этом смысле надеяться, что вот только государство все решит или там политики или вот там военные. Мне кажется, это вот эта вот туннельная ментальность наша о том, что мы все время считаем, что вот по функционалу это должны делать эти, а вы должны делать это. К сожалению, больше не работали, к счастью, мне кажется, мы снова идем в мир, где люди, обладающие знанием и умением не только в своемости, в целом, и каким-то, может быть, багажом чего-то, важного, должны и обязаны становиться более публичными, более говорить о каких-то вещах или делать какие-то вещи. Вы видите, что в России это происходит? Вы не ощущаете некой кризисной ситуации в сегодняшней России с этим? Всеобщего умолчания? Всеобщего умолчания, в общем, если называть вещи своими именами. Ну, в целом, это во всем мире большая проблема, так сказать, это не только в России, а вообще в цивилизованном мире, в котором я много общаюсь, ежи я вижу проблему с тем, чтобы вот люди могли бы высказывать свою точку зрения, обладая формальными регалиями, и при этом это мнение было важным. Слушай, ну, там, давайте сравним 60-70-е годы, Пульсартов, или там, Камью, или там, не знаю, Сахаров, Лихачев, да, то есть, были люди, имена которых там вызывали сразу реакцию, и люди прислушали там, что они говорили. Такая была волна 60-70-е, потом она же совершенно нет в целом мире. Я думаю, что сейчас уровень тревожности и уровень кризиса, всего доверия ко всему, кризис доверия к системе в целом, страх одиночества, который сейчас очень сильно давляет над обществом, во многих странах, в том числе и России, приведет к тому, что появятся как настоящие лидеры, которые будут действительно играть в очень важную с точки того, чтобы дать какие-то ответы на вопросы, которые мы учили. Такие уже пророки, уже фанатики, и это, к сожалению, должно быть готово к тому, что в условиях такого обычно возникает кашпировские, чумаки, и это тоже часть реальность того, что надо быть сейчас психотерапевтов, которые пытаются заработать деньги на несчастных людях огромное количество, поэтому, я думаю, просто волна это пройдет и в России в том числе, это вопрос, когда появятся люди, которые будут так иначе, это находить ту форму общения, которое позволит разговаривать с теми людьми, это вопрос только времени. Но вы видите, все равно в России эту готовность, назовем это элитой, элитой, в самом широком смысле, это и творческие люди, это и бизнес, элита, вы видите готовность ее как-то реагировать, либо все равно ощущение, что немножко так ушли все в песок? Элита такое слово, которое вызывает сразу аллергию, поэтому я поправился, но люди, к которым прислушиваются. Я дам сказать, что они есть, всегда были, вопрос доступа к каналу информационным, это разные вещи, мы говорим про тоже очень важную вещь, насколько информационное поле пропускают через себя этих людей и дают возможность донести их мысли. Мы видим, например, Татьяна Черниговская или там Екатерина Шульман. Вопрос немножко не про это, я так понимаю. Смотрите, я все-таки вернусь к понятию элиты, несмотря на некоторую обергию. Давайте, давайте. Есть ощущение, что когда-то, в начале 2000-х, наши бизнес-элиты заключили пакт вы не лезете в политику, мы не мешаем вам зарабатывать деньги и самоустранились от управления страной. У меня просто есть гипотеза, что, собственно, вот это соглашение в итоге и привело к тому, что все, что случилось сейчас. Потому что получается, что у нас власть перестала опираться на элиты при проведении каких-то вот своих решений, при управлении страной, реформ. Осталось один на один с народом. Вот такой надо было быть очень длинный разговор, потому что элита же не определяется тем, что сколько у тебя денег на счете или какая у тебя должность. Безусловно. Элита определяется тем, насколько ты готов нести ответственность за свое общество, свою страну. Поэтому... Да, что и произошло? Оно не сформировалось и начали 2000-х, потому что еще раз было очень много людей, которые стали быстро богатыми или не быстро богатыми. Они стали элитами просто. Они просто не стали элитными. Осознание элит, это в том числе, когда ты делаешь проекты долгосрочные. Я всегда говорю, когда ты проверяется в любой город, деловая активность раньше проверялся очень просто. Приезжал в город и видел количество работающих кранов. Ты сразу понимал в этом городе, жизнь кипит или не кипит. Точно так же в страну, когда приезжаешь, спрашиваешь, какое количество из частных длинных проектов, какие-то как, Михрисон, который сделал ГЭС, или Сколково Бизнес-школы, или другие проекты. Их много, тогда видишь, что у элиты есть commitment, то есть есть внутренняя готовность строить свое будущее в стране. А у нас получилось в начале 2000-другой договор. Я зарабатываю в Норильске, трачу в Сочи было в советское время, а я зарабатываю в России, трачу в Италии, в Испании и так далее. Это тоже, на самом деле, тоже прошел процесс одновременно с этим не только что, я не знаю, политика, но и в том, что все здесь происходит, меня не касается. Я создаю себе там, покупаю себе очень хорошую фрастуру в Европе, получаю, заработаю деньги в России. В этом смысле, количество длинных проектов, которые элита должна обыграть. Ну, смотрите, я вам приведу цифру, которая меня убила, когда я ее узнал. По оценке англичан, русскоговорящих, не только россияне, но тем не менее, за 20 лет пытатели дали на благотворительность средних школ Англии миллиард фунтов. Вот, понимаете, что такой миллиард фунтов было отдано на поддержку английского образования. Я не против, мне то, что там дети учили. Я говорю за то, что надо понимать, когда ты не строишь школы в своей стране, когда ты не строишь школы там, где ты видишь свое будущее, то ты, но это же не связано с политикой, еще лет. Я говорю, я говорю, я говорю, что был пакт, и он нет, пакт не был, потому что еще раз, элита, в моем понимании, связываю свою страну, я занимаюсь не только политикой или бизнесом, но и, например, социальной деятельностью, строю школы. Это связанные вещи. Сейчас, да, но еще раз, я хочу сказать, это взаимный процесс, который, к сожалению, в России формировался и шел медленнее, чем мне бы хотелось бы. Он шел, видим пример, но там, новая школа, летовая, наша школа дележания, но это еще раз, пока, к сожалению, было в очень небольшом объеме. И в этом смысле формирование элиты, формирование общества, которым имеется, лидер, которых уважают за успешные дела, потому что еще раз, ролевые модели же, блин, только там, количеством денег, опять еще раз говорили, там, размером яхты, в том числе, какие там дела ты делаешь, как ты живешь, как ты думаешь, как ты формируешь у себя среду. Ну, просто у нас не хватило времени, я должен сказать, это очень маленький срок, все-таки мы получили очень серьезное кризис 91 года, развал одной системы, в которой огромное количество людей оказалось выброшенное из нормального состояния, когда вдруг там, наши родители, которые честно работали, большей частью, другую, что они делали все неправильно, этот шок ввел к тому, что рухнули все правила, и появился дикий капитализм, что если ты умный, почему ты не богатый, и вообще все можно тому, кто может себя защитить, вопрос был, у кого сильнее мышца, неважно, мышца физические, или там лоббистские, или армия зону преступной группировки, значит, то, что ты там создал или приобрел, или отнял у кого-то, то, конечно, в этом месте произошло очень много чего, надо делать отдельный анализ, я думаю, что он будет, когда-нибудь пройдет, тогда чуть время больше пройдет, но мы не сформировали общество, в котором еще раз, мы спокойно живем, мы живем в обществе, в котором спокойно, мы все относят к тому, что у нас там детей, сирот, при живых родителях, больше, чем после второй мировой войны, и это не воспринимает, почему это задача только государства, а не задача меня и многих других людей, которые должны понимать, что в обществе, где мы все спокойно живем, а количество детей, сирот, при живых родителях, и это считается нормальным, и это не считается ненормальным, в точке, не только вопрос там денег, и финансирования, а просто того, чтобы сделать так, чтобы это не происходило, знаете, вот в Советской Армении у нас не было детских домов, у нас, потому что было неприлично для родственников и соседей, если погибали родители, чтобы эти дети были отданы в детский дом, это было неприлично, это же вопрос не в том наказании и создании механизма, а это то, что принято, что не принято, и это ключевой вопрос, который мы не обсуждаем, мы совершенно спокойно живем в мире, где там можно потратить сотни миллионов долларов на какие-то футбольные клубы, и при этом совершенно не тратить, не понимать, что это проблема там, общество, которое имеет серьезные проблемы со здоровьем, безопасность и так далее, поэтому в этом смысле, я не знаю, что я долго отвечаю на этот вопрос, но это важный вопрос, элита формируется не только пактом с первым лицом, элита формируется в том числе взаимоотношения со всеми участниками общества, общества, в котором мы живем, и с этой точки зрения, конечно, мы очень были рыхлыми и доставили очень рыхлым, как общество, с точки зрения формирования вот этих опорных точек, якорных ценностей и других ограничений, которые должны сформироваться в обществе, что, понимаете, как в детстве, помните, было стихотворение, Кроха сын пришел к отцу и спросил Кроха, что такое хорошо, что такое плохо, вот эти вот принципы, к сожалению, они не сформировались не только между политиками и бизнесменами, но и в целом, в обществе, в целом. А как вам кажется, а экономисты, бизнесмены, люди, занимающиеся финансовой деятельностью, по идее, они должны все равно влиять на изменение миропорядка, влиять на решения, которые принимает власть. У вас нет ощущения, что бизнес больше сегодня, возможно, не только в России, экономика не влияет на принятие решений, что политика победила, что хард пауэр победил софт пауэр. С моим, во всей истории человечества общество существовало в модели очень понятной. Была очень узкая прослойка людей, неважно, назывались они жрецы, брахманы, аристократия, которая подала знаниями, деньгами и властью. Они управляли странами, империями, племенами, последние 200 лет возникла промышленная революция, появился средний класс, появился много бюрократии, общество изменилось и возникло некоторые специализации, в том числе разделение, что вот одни политика занимает, деньги имеют, третьи знания имеют. В этой модели действительно существуют какие-то соглашения, что там даже в некоторых странах это очень четко оформлено, лоббистские, чтобы коррупция не была бы незаконной, узаконили коррупции из лоббирования, как в Америке, или там не узаконили, как в нашей стране. Неважно, существуют какие-то взаимоотношения, как между собой эти группы общаются. 21 век привел к тому, что мы снова возвращаемся в ситуацию, что ни одной из этих групп нету возможности доминировать на всем пространстве. Они должны иметь самовызаемодействие. Поэтому бизнесмены просто зарабатывающие деньги ставили неинтересно даже технологически. Не то, что бизнесмены стали быть интересным политиком. Я могу сказать, если посмотришь на технологических ребят, большинство из них не уважает инвесторов с деньгами, потому что они считают, что просто денежные мешки, надо с них получить деньги, а вот мы там технологически все делали. Поэтому переосмысление роли бизнесмена, политика, креативного человека происходит очень сейчас в очень быстром темпе в том числе и с уничтожением понятия среднего класса которые с нами с умениями нужного условия для логического поэтому тут вопрос вы говоришь влияли бизнес на политиков на гос деятелей очерку политик на самом нас практически нету идеологических партий но сейчас можно ли вы примирать рассказать идеологические различия между нескольким бат раньше был точно можно было сказать у нас есть партии как партии жириновского да там царство небесный человек ушел там но она вокруг личности они вокруг до какой-то идеологии и идеологию вообще партийная идеология перестал существовать по политикам мы что имеем ввиду исполнительная власть договорилась на вообще все эти понятия которые мы привыкли потому что даже догадалась исполнилась ну а они у нас все-таки замкнулись на него человек а медиа существовать и мы говорим четвертая сила медиа и друг выяснил что foxnews и cnn жестко представляют интересы правых и левых и него медиа как отдельной силы не существует она имеет точную окраску то есть мы произошло много изменений мы не разруем мире трансформаторе говорю нас тот укладок судебная система должна быть отдельно от идеи до 4 власти там догадательного исполнительная судебная имеет медийные должны быть один друг от друга и все это к сожалению к сожалению для людей поймать что это очень важно перестала работать во всю везде не думаете ли вы что пришло время или там или там или ну вот людям которых мы понимаем подали ты в этом разговоре вернуться и начать здесь что-то строить но это ответ на почему я не уехал я себя считал всегда ответственным за страну который я добился успеха я здесь не родился я родился в армении но это был часть союза но я считал для себя важным пытаться в том пространстве которым я вырос и сформировался и даст учета быть ответственно то что я здесь происходит в том или ином формате рамок я пытался быть хорошими сонным банкиром я пытался делать проекты в области инфра стуры создавал ртс мвб участвовал создание проектов сухой суперджет которого так но критиковали или там автоваз камаз или там создала да какая и ртс и очень часто меня критиковали почему ты делаешь это вместо зарабатывать деньги например там ртс и там науфер это там те организации кто не приносили денег надо было создавать инфраструктуру фонда рынка россии это вопрос я согласен поэтому одна из причин почему я не ехал я не считаю возможным стыдиться своих родителей листы своей родины б я не считаю возможным не нести ответственность том что происходит с моей страной и да я могу другое мнение очень хорошо складывать два родинске если меня другое мнение значит а я идиот или предатель меня просто другое мнение мне могут другое мнение который я очень не скрывая говорила точно сюда и выступал по этому поводу не спокойно понимая что вызывая разражение со всех сторон но я считаю да конечно не соответственно должна быть и не мог бы страна не могут построена быть страна долгосрочным которой ты не думаешь как твои внуки будет лежит я всегда говорю что если мы думали бы три было принципа тройки диалога доверия радиус доверия должен быть как можно больше мы должны верить и трем людям как обычно я спрашиваю вопрос провожу в россии доверяют 95 процентам меньше трех людей и меньше двух организаций то есть означает что люди никому не верят в этой ситуации это очень большая проблема создания здорового общества вторая важнейшая это это долгосрочный взгляд на ты должен делать проекты горизонтом 20-25 лет потому что все социальные проекты это минимум одно поколение все проекты в образовании тогда это 25 лет если тебя нету стране людей готовы инвестировать не только деньги но и время и усилий на горизонт проекта 25 лет станет будущего и третье конечно они сидут институтов они персонально все вот три база вещь которые должны быть просто с точки того чтобы мы вы жили бы в обществе которая имеет перспективу долгосрочный я для себя что-то важным делал пытался давать фондовый рынок индустрию фондового рынка стандарты фондового рынка там делать пытаться давать образование в областях вещь которые там сейчас вот там сообществами то что мы делаем да но дома атланты там выше мечты сколковский аламе тройковский алам все попытка создать сообщества которые могли бы быть заточен на размышления об этом и реализации где-то совместно проект и у вас это всегда получалось и получается очень эффективно и здорово но много класса не всегда так хорошо но на общем фоне нынешнем как вам кажется не обнуляются ли эти усилия не только ваши а экономического блока с вы знакомы со многими людьми которые проводили реформы и имели даже отношения как какой-то часть этих реформ которые проводили в реформы начале нулевых и грех и кудрин и чубайс и сейчас такое впечатление что все эти экономические наработки и эти люди в какой-то степени оказались обнулены вам так кажется или нет отдельно тема разговора вообще что мы строили какому страну мы строили если нас вообще понять какой у нас уклад как она в модель управления мне кажется отдельно разговор давайте сегодня не будем делать во что это очень серьезный вопрос действительно у нас здесь мы часть европейского лицом пространства и мы пытались строиться и в общем я хочу сказать смотрите вот один пример чтобы сейчас не трать время вот мы я работал финансовой индустрии мы долго-долго бились что он был конвертируемый рубль чтобы надо совершенно спокойно вывоз капитала и были чем очень горды параллельно с нами не в бразилии не в индии не в китае этого нету эти страны развивались и до сих пор у них есть ограничение по вывозу капитала и они тоже очень хотят быть частью мирового экономического процесса но они не ставили сделать конвертируемый юань или сделать так чтобы индийские рупи как-то они считали что в своем цивилизационном пространстве ими важно было сохранить какие-то ограничения у нас на персошла спокойно там американские европейские банки могли иметь и все и проценты больше в китае это не так и ничего да вопрос был выбора мы идем в интеграционную модель и мы часть этого пространства тогда мы не можем иметь самостийности и говорить что здесь у ребят мы сейчас дубинка по башке на наденем или мы будем вести по-другому себя в отличие от вас или мы их пытались построить собственную как бы модель к с уважением отношениям к соседям в том формате но при этом выстраивая собственную модель на всем был дуализм постоянная дихотомия мне кажется привело к тому что мы с одной стороны вступали в это и для это бился там тоже греф там я помню как дерибаска дам жёг его там чучело на площади горшок не нужно и выяснять чтобы были правы да там условно говоря там потому что один считал что это не нужно россии во что мы к нему не готовы а второй считал что это единственная возможность возможность для россии правильного развития и в принципе оба имели очень разумные аргументы кроме того что там сжигание чучело но выбор делать и то и другое это не правильно да но было все равно вера была траектория вот как бы вы сейчас не знать людям которые какая вера траектория не по ним траектория была мы пытались идти путем золотого миллиарда ну понятно что миллиарда нет живет это не так это не так потому что мы как ленин на работе ленина деда политэкономист мы делали шаг вперед два шага назад у нас постоянно было какое-то нас где-то все было очень искривлен у нас не строился капитализм нас нет уважения частной собственности у нас много чего не делалось и совершенно спокойно мы это все смотрели вы сейчас мы вообще в другую сторону пошли в сторону вот тех людей которые вот 7 миллиардов на планете живут или сколько там 6 миллиардов живут в парадигме когда привет соседнюю область другого государства это большая доблесть мы туда сейчас пошли и насчет я сейчас мы можем не про текущий конфликт я вам не целом на философии мы же жили спокойно что из 145 миллионов человек в россии то купить нас не было бы за международный паспорт и только ездили за рубеж только 5 миллионов просто нам казалось что все только живут как мы ну не так 140 130 миллионов не выезжал никуда и до этого правда поэтому сейчас это не так и в америке я был в шоке для того что больше 50 процентов американцев из своего штата не выезжали и то что там за рубеж то они живут опять миграционные потоки сильно изменили мы очень любим делать ярлыки мне кажется одна из проблем и это действительно большая проблема это дискуссии и культура спора и уровень глубины аргументов сильно стал популистский потому что намного легче ну очень просто и ярко бросая лозунги сказать что мы там тот путь или не тот путь идем или там плохо или хорошо что я например до сих пор не понимаю как у нас там система уклада то есть у нас нет ни социализма не капитализма не госкапитализма и это одна из проблем мы так не ответили обществом а кому что строим мы не уважаем богатых но богатство хотим все иметь мы верующие там и построить 300 тысяч церквей но при этом не хороним ленина то есть нас дихотомия в таких местах до сих пор но еще раз для меня пример праздновать официальный государственный праздник пасху и рождество и при этом иметь непохороненную неважно кого на главной площади дихотомии я для меня это вопрос который общество должно не бояться дискутировать обсуждать находить какие-то компромиссные решения но не отвечая на них ты не можешь построить нормальный общество и дугаем что мы туда пошли не туда вошли нос постоянно разрывает разные направления вот что только не делали за это время этому у нас здесь ночью сложно общество она очень разно пластная она разно направленная и как бы нам не хотелось бы нам всем их фильмы занимаюсь самообманом а что мы те кто мы есть во всем этом разнообразии уникальным со всеми этими сложностями дуры мы не ответив на эти вопросы если не строить то что армии стоит поэтому в этом смысле я не и не уверен что мы шли правильно все пошли неправильно то есть мы все время пока мы никуда не шли мы находились поисках и нет мы мы пытаемся отщупать мы пытались нащупать через разные формы опорные точки сама идентификации какие там возвращаясь к старому мы пытались например сделать симбиоз до российский флаг советский гимн андреевский тогда да то есть вот как-то попытка собрать себя все в 90 несмотря на весь хаос который происходил или в нулевые когда как вы справедливо заметили о том что мы так и не определились какой путь страна выбирает все равно была вера у людей в будущее если бы спросили сегодня во что верить в какое будущее оставаясь в россии и если окно возможности здесь сегодня у человека который предприимчивый который хочет строить что вы ответите как я сказал последний там вот 2008 года когда я увидел как мы как мир только мы данные цивилизационный мир решила вопросу финансовый кризис когда человеку со сломанной ногой место чтобы лечить ногу начали впрыскивать обезболивающее и до дозу все больше больше лечения помощь да вы все больше увеличивая я понял что мы идем в мир когда нас ждут жесткие катаклизмы потому что рано или поздно антибиотик не будет писать работать и уже надо будет уже будет дозу нельзя буду лечь бесконечно да и рано и поздно те разорвет от боли и это будет всем поэтому мой бы тебе ответ было то следующее в условиях таких катаклизмов обычно приходит домой и это правило философское то что ты не почти есть возможность уже вопрос невозможности и веры в будущее а в том что условиях жестких катаклизмов лучше быть дома дома это в своей стране да какая бы она ни была сложная а почему психологически просто кроме формальных еще неформальный вещь да ты для того чтобы выжить в условиях но условия есть правило что если хочешь иметь здоровый образ жизни то есть продукт питания радиусе 500 километров растут до недуги больше потому что твой организм может их его идут с чем то что мы там манга и так далее если бы каждый день есть манга то это очень влияет плохо на северного человека поэтому этого смысле просто условия выживания для человек на севере жить и на юг сложнее я просто даже климатически правила неформальные формальные там кому пойти за солью когда будет жестко будет жестко по серьезному и тут вопрос уже вот опять тот круг смысл от выжить проще а в условиях когда мир трясет выжить проще друзья и друзья есть среда есть умение договориться ты понимаешь как здесь можно договориться ваш в америке тоже можно договориться просто в америке говорите другой механизм который нам не знаком мы его не знаем ну там по-другому решается вопрос на не тоже решаются да там в италии по-своему решается и в этом смысле конечно условиях катагризма я бы сказал что если уж ты веришь что это так может быть это нет и все хорошо не сказал там чай чай шо полный ерунда мир развивается только мы там отстаем а вот сейчас весь мир там будет расцветать место мне не по этому поводу но человек имеет такую дочку другого просто то есть вам кажется что здесь сделать что-то предпринимателю все еще можно и добраться ни на что сто процентов кем вы видите себя в россии и я вижу себя на меня не обязательно в другой стране может быть в армении мне даже написано эволюционный бизионер там и чиф коннектор я такой да я вот сейчас занимаюсь очень активно сообществами я пытаюсь создать опорную точку что нас к сожалению в мире в целом прошло очень серьезное изменение но если опорной точки раньше была семья который была многодетная много поколенческая да я про я рос семей где я видел свою прабабушку да которая была не высокого роста очень тихо но когда ее сын будучи за министром советского союза заходил домой он не мог голос поднять она и это видел я это генетически я уже помню это на генетической памяти и в этом смысле для меня очевидно что при условиях отсутствие опорной дочь как семья как деревня в которой ты врос на что это был тоже вам все это узнали условиях отсутствие понятие диалоги и религии национальности все размываются люди будут в том но формате примите формировать сообщество в этом но там тоже сообщество но дом тоже сообщество атланты это не просто попытка проинвестировать деньги или сделать какой-то финансовый проект я глубоко убежден что мы идем обратно от вот таких юридических договоров которые в промышленной цепочки были очень важны которые подписывались там я могла бы делать сделку у меня один раз была сделка где количество есть документов занимала 15 метров то есть вот чтобы 15 метров и они были дала там ее обратно к тому что пожатием руки вот в рамках сообщества он будет не рукопожатый снова вернется мы вернемся в мир где не будучи членом дома это будет вызвать вопрос почему ты водится успешно и цивилизован чеки не членного дома и это будет нормальной формой для людей оценивать риски делать ли делать чеку на сделку и вот быть не рукопожатым на буду будет рукопожатым и делать сделку на слове мы вернемся в этот мир я думаю ближайшее время как это ни странно не звучало при том таком уровне не доверит разник у нас именно из-за этого всего недоверия будет формироваться закрытые про сообщества которые будут доверять и будут готовы действовать именно в этом формате это потребует много усилий серьезная не быстро это произойдет но то что мне интересно это что я делаю 2 я глубоко убежден что армении у армянского мира по что армянский мир больше чего армия есть и миссии возможность сыграть очень важную роль в этого объединяющего клея доме газ очень нужен в этом мире как вам кажется когда здесь ситуация начнет нормализовываться понятно когда все это закончится но после конца какой еще срок для хоть какой-то нормализации жизни экономической гуманитарной культурный что меня до совсем перед трансформацией с четырнадцать по сорок пятый год занял там перед формации французской революции 7189 ты еще 10-летие десятилетия мы живем в эпоху идеального шторма который будет идти моем понимании минимум 31 года я думаю до 35 никакой отношения к российско-украинскому комплект я понимаю я понимаю и о том что какой будет мироустройство какое будет место он новая организация кто будет как это все будет перестроены какие какой ценой это мы дойдем до этого честь какие катаклизмы пройдем через какую какие механизмы к сожалению кровавые ленировым придем к тому что это будет новый миропорядок я думаю что нам придется пройти ну минимум вот 10 лет я рассказал бы 15 шутер спасибо рванка ленович рост